Добро пожаловать в Resurgence of the Storm! Несмотря на то, что вы видите, это не Ходз. Resurgence of the Storm, он же Родз, это воссозданная игра Heroes of the Storm на движке StarCraft 2. Играть можно бесплатно уже сейчас. Инструкция по установке будет далее в видео. Как и многие, мы скучаем по Ходз. Нам не хватает свежих обновлений, волнения по поводу новых героев, доработок, изменения баланса. Итак, неравнодушные ребята решили взять это в свои руки. Resurgence of the Storm находится в закрытом тестировании уже больше года и в разработке уже более 4 лет. На данный момент для игры доступно 15 героев. Многие из них — знакомые лица с меньшими или большими изменениями, с новыми или переработанными талантами и способностями. Давайте посмотрим на некоторые основные моменты новых и измененных героев Родз. Силендис — мобильный и точный убийца ближнего боя, который рубит противников на мелкие кубики. Вооруженная пси-клинками и флотом протосов, она быстро справляется как с одиночными, так и с несколькими целями. Но с трудом справляется с длительным боем один на один. Талантор — крепкий рубака с высоким уроном, способный противостоять большинству врагов или опрокидывать их. Его форма претра дает ему уникальную возможность очистителя в стиле боя протосов, усиливая его способности с помощью саларита, чтобы сокрушить неподготовленных противников. Артас полностью обновился, чтобы сражаться в Нексусе. С новым древом талантов, усиленными базовыми способностями и уникальной механикой его тяжело выбить с объекта. В настоящее время для игры доступны два поля битвы — Проклятая Лощина и Королевская Гряда. Проклятая Лощина не отличается от Heroes of the Storm. Королевская Гряда — это небольшая карта с двумя линиями, по одному форту на каждый из них. К старым героям добавлены новые таланты. Давайте познакомим вас с некоторыми из них. На первом уровне у Рагнароса появляется талант Время Рейда. Этот талант уменьшает время восстановления огненных недр за каждого убитого Рагнаросу миньона и увеличивает дальность его действия, что позволяет ему чаще и эффективнее пользоваться способностью Огненные Недра. На шестнадцатом уровне Диавол теперь имеет доступ к таланту Истерика. Это активируемый талант позволяет его следующие сверхсилия нанести три удара, оглушая врага на длительный период времени. Малфорион претерпел небольшие изменения. Восстановление теперь восстанавливает небольшое количество здоровья при применении, а Лунный Огонь имеет немного увеличенное время восстановления, но увеличенный урон. Кроме того, особенность Малфориона применяет свой эффект быстрее. На тринадцатом уровне Малфорион получает способность Дикая Форма Заяц. Эту способность можно активировать на союзнике с восстановлением, чтобы израсходовать лечение, но на короткое время дать ему огромный прирост скорости. Если вас интересуют все подробности, ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу в описании. Важно отметить, что это не полноценная замена Heroes of the Storm. В моде StarCraft 2 некоторые вещи невозможны, некоторые модели и способности невозможно воспроизвести. Самое главное, нет настройок QuickCast. Все играют с настройкой при отжатии. У проекта есть краткая дорожная карта, чтобы показать некоторые из того, что команда Rhodes планировала и над чем работала в последнее время. Сейчас в разработке находится убийца дальнего боя, переключающий оружие. Кэт. У нее есть разнообразное оружие, которым можно переключаться в любой ситуации. В разработке находится новое поле битвы. Битвы за Слэйн. Это поле битвы оформлено в стиле протасов. Имеет цель, аналогичную адским светилищам, которое призывает гиганта пустоты, чтобы атаковать ваших врагов. Кроме того, в целях портировать гораздо больше героев. И там, где это имеет смысл, дать им новые интересные таланты. В настоящее время команда Rhodes рассматривает Светика, Седогрива, Лимин и Мурадина. Если Rhodes добьется успеха, то перенос любимых фанатами потасовок, такие как Побег из Браксиса или Вечеринка у бассейна, станет лишь вопросом времени. Resurgence of the Storm – это страстный проект. Разработка ведется небольшой командой. Зеро Ламберг – основатель, создатель и технический руководитель. Упорная работа Ламберга за последние четыре года сделала все это возможным. Майнд Хоук взглавляет дизайн и баланс героев. Сэмвен Нью и Лабрелис помогают в дизайне, примечаниях к обновлениям и организации проекта. Если вы хорошо владеете редактором StarCraft 2 и хотите помочь в переносе героев, или просто имеете опыт переноса моделей в СК-2, свяжитесь с Майнд Хоук в Дискорде проекта. Однако, чтобы продолжить возрождение, проекту нужны пожертвования. Это требует очень много времени, и Зеро Ламберг работает над этим полный рабочий день. Без поддержки разработка завершится в марте. Если у вас есть свободные средства, рассмотрите возможность сделать пожертвования на Патреон или Бусте. Ссылки есть в описании. Чтобы сыграть в Resurgence of the Storm прямо сейчас, сначала загрузите StarCraft 2. В сам StarCraft 2 также можно играть бесплатно. Перейдите в Discord Resurgence of the Storm, ссылка в описании. Заходите на канал Патчер, загрузите программу Патчер РОДС, найдите папку установки StarCraft 2 и запустите ее. После этого запускайте StarCraft 2, ищите РОДС в Аркаде и можно играть. На сервере проекта есть канал LFG, по которому вы можете найти других игроков. Надеюсь, что вы также воодушевлены этим проектом, как и я. От всей команды разработчиков РОДС благодарность за ваш интерес, время и поддержку. Увидимся в Нексусе! Субтитры создавал DimaTorzok